Здравствуйте! Добро пожаловать на мой приём Вы удобно сидите? Хорошо Давненько вы ко мне не заходили А на что-то конкретное жалуетесь? Да, расскажите, пожалуйста, поподробнее Я бы хотела узнать какие у вас есть может быть неприятные ощущения Угу Немного ссотнит кожу головы Угу Угу Переживаете за то, что происходит выпадение Я вас поняла Давайте тогда приступим с вами к осмотру Присаживайтесь поудобнее Так, я нахожусь сейчас в максимально удобном положении для осмотра Я бы предложила вам просто расслабиться пока я буду осматривать поверхность волос их структуру проверю на пористость а также посмотрю кожу головы Договорились? Прекрасно мне для этого понадобится фонарик я буду так проходиться по структуре волос я поднялся потяну Скажите пожалуйста, вы соблюли все правила, о которых мы с вами договаривались? Давайте я задаю вам несколько вопросов, а вы на них мне ответите. Договорились? Хорошо. Скажите мне пожалуйста, как давно вы мыли голову? Когда вы это делали в последний раз? Да, рекомендуется хотя бы несколько дней, чтобы максимально ценить состояние волос. У вас, к сожалению, будут некоторые погрешности, если помыть голову перед посещением врача. Здесь я бы хотела еще посмотреть. Максимально деликатно. Сейчас мы с вами осмотрим. Вот здесь приподниму. Так. Вот здесь приподниму. Нашим с вами приемом. Наносили ли вы какие-либо средства на волосы? Я имею ввиду любые уходовые средства. Там, как будто муссы, маски, какие-либо бальзамы. Ничего такого, да? Отлично Это также влияет на качество осмотра Мы же не хотим, чтобы на достаточно видимой проблеме возникали какие-то непонятные вопросы Поэтому нам необходимо контролировать Такие моменты Давайте-ка я посмотрю ещё вот здесь Также скажите мне, пожалуйста Расчесывали ли вы волосы незадолго до нашего приёма? Прекрасно В целом Я вижу, что вы действительно соблюдаете рекомендации врача Но мне необходимо было уточнить Поскольку структура волос у всех разная Сальные железы у всех выделяются с уникальной свойственностью Иными словами, у всех по-разному У всех какие-то такие вопросы я обязана задать Абсолютно этому не удивляйтесь И так Итак Мы сейчас с вами сделаем небольшую проверку так называемую pull-up или натяжение Проверим нет ли у вас критически высокого уровня выпадения волос Да Нам в том числе важно узнать в каком сейчас состоянии ваши волосы Учитывая, что вы выполняли все рекомендации Угу Я вас немножко проконсультирую Берется около 50-60 волосков Зажимается в одну руку между большим указательным пальцем чаще всего то есть такой небольшой удобный обхват Другой же рукой волосы до края тянутся Стоит о вас предупредить о том, что если я вытащу у вас около 5-6 волосков это будет означать 10% от общей массы луковиц который я потревожу да и это будет означать что у вас достаточно высокий уровень Угу впадения да будем уже разбираться с этой ситуацией приступим к тесту Затем я хотела бы слегка расчесывать ваши волосы при корнях дабы убедиться в состоянии кожи головы посмотреть на наличие шелушения о котором вы говорите сильных каких-то покраснений я не заметила сейчас будем смотреть на реакцию кожи вашей головы и корней волос итак сейчас я возьму примерно около 50-60 волос от общей массы от для того чтобы они у нас не были повреждены то есть на данный момент вы видите я их не расчесываю да да смотрите в зеркало напротив вас конечно же никто из нас не экстрасенс смотрим смотрим я беру ваши волосы захват и начинаю тянуть в идеале происходит как у меня сейчас ни единого волоска а следовательно я не могу подтвердить риск повышенного выпадения волос с чем я вас и поздравляю следом мы с вами приступаем к расчесыванию ваших волос более детальный осмотр с фонариком это и не стрелы вы и и ну не они 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 и я вижу некоторые совсем небольшие шелушинки скажите пожалуйста вы чувствуете сейчас какой-то сильный зуд? может быть раздражение? я бы сказала то что раздражение не критично не критично и проявляется в основном рядом с пробором в глубине каких-то таких назовем это потайных местах где тяжелее всего заметить где тяжелее проконтролировать как-то ситуацию но в таких местах я не вижу каких-то сильных шелушений как шелушений шелушений так я посмотрю с этой стороны в нескольких местах в нескольких местах я могу отметить наличие шелушения вот здесь вот здесь где идет пробор с самого низа вернее я хотела сказать с самого верха макушки до шеи вот здесь вот здесь чувствуете да? рядом с висками с этой стороны с этой стороны я смотрю вас за ушами я смотрю вас за ушами за ушами сами ушки не повреждены ни никаких красных высыпаний я не вижу за ушами у нас достаточно рисковая зона поскольку поскольку виски у нас с нами впадают под раздачу под раздачу не смеюсь предположить то что за ушками виски такое часто наблюдаться однако сейчас я такого не вижу возможно вы вовремя заметили и вовремя ко мне пришли с этой стороны давайте теперь посмотрим с этой стороны здесь я вижу аналогичную ситуацию скопление скопление небольших шелушений рядом с висками однако по крайней мере сейчас это не повлияло на кожу на кожу рядом с ушками в целом как часто вы мыть голову и каким шампунем можно шампунь сам по себе достаточно неплохой но настолько часто мыть голову я вам не рекомендую конечно же мы еще сделаем с вами ряд тестов но в данный момент с учетом ваших комментариев по частоте мытья головы но прежде чем вы пришли ко мне я не вижу какой-то патологический уровень загрязнения или же жирности все достаточно в пределах нормы сейчас я нанесу специальный раствор на кисточку и буду втирать ее нежными движениями в кожу вашей головы и 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 Волоса успокоится Я добавлю свежий раствор В целом кисточка достаточно пропитана спреем Всего-то добавляю нехватающее количество на поверхность волоса Вот здесь я вижу у вас основную зону, пораженную шелушениями И как бы там ни было, весь пробур мы сейчас с вами обработаем этим гелем И так вот все остальное Волоса успокоится И так и все остальные в очередной раз добавлю на кисточку раствор слегка поверну вашу голову для моего удобства и теперь нанесу на проблемную зону висков этот спрей и точно так же распределю его кисточкой на землю делаем легкий массаж для втирки необходимого количества спрея на этом наша процедура окончена я была очень рада вас видеть приходите снова я хотела бы посмотреть на результат анализа и на результат нашего с вами посещения я пропишу вам сейчас этот же самый спрей и вам необходимо будет дома самостоятельно не пропуская дни ухаживать за кожей своей головы отнеситесь пожалуйста к этому ответственно я бы очень хотела чтобы вы восстановили кожу головы ваши волосы сами по себе находятся достаточно в хорошем состоянии ничего лишнего я им прописывать не буду никаких витаминов поскольку они действительно у вас сейчас в достаточно здоровом состоянии лишнее количество витаминов также негативно может повлиять на их структуру а сейчас я с вами прощаюсь была очень рада увидеться не болейте ухаживайте за собой не пропускайте приемы врача и его предписания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...